В Туле открылась выставка работ победителей межрегионального конкурса плаката «Россия. Третий путь». Это уникальный проект, предложивший обществу дискуссию о прошлом, настоящем и будущем страны, о ее самоидентификации в современном мире, о выборе национальных приоритетов и перспектив развития. В конкурсе приняли участие и профессионалы изобразительного искусства и любители из 29 регионов России. Они представили на суд жюри более 700 работ, посвященных трем темам. Держава, служение гордости, память, воля, как свобода, совесть и справедливость, и вера, как любовь, великодушие и надежда. Один из участников выставки по благословению митрополита Алексея был достоин специального приза Тульской епархии. В Туле начала работу выставка победителей межрегионального конкурса плаката «Россия. Третий путь». Идея конкурса зародилась на Тульской земле в декабре 2012 года. А эта выставка после Тулы уже запланирована в Белгороде, в Калуге. Но я думаю, дальше география будет множиться, поскольку здесь темы затронуты, нюдь не тульские, они касаются в буквальном смысле каждого. В этой идее поддержал Союз художников России, Союз дизайнеров России, Министерство культуры Российской Федерации, включило этот проект в федеральную программу культуры России. Предложено было три патриотические темы – держава, воля, вера, которые, на наш взгляд, являются главными. Мы считаем, что проект удался. Не всем, конечно, по силам оказались эти темы. Очень они все-таки глубокие, серьезные. Хотелось более ясного, более четкого определения пути движения нашей отчизны. Но вопросы прозвучали, вопросы поставлены. Ну и давайте вместе на них находить ответы. В конкурсе приняли участие и профессионалы изобразительного искусства, и любители из 29 регионов России в возрасте от 4 до 92 лет, представившие на суд жюри более 700 работ. Недавно я случайно зашла в интернет и увидела объявление о конкурсе. Захотела поучаствовать с моими ребятами из школы. И что нарисовать еще о России, если такое знаменательное событие в этом году. И решила нарисовать крещение Руси. Подавала заявки несколько работ, и вот одна из них как раз попала на выставку. Очень приятно, что в межрегиональном конкурсе среди множества работ, вот около 700 работ выставлено, и моя в числе них. Приятно вообще видеть о том, что проблемы России волнуют и молодежь, и народ в целом. Очень много интересных плакатов. Наверное, сильная была такая, можно сказать, конкуренция. Очень много сильных, стоящих действительно работ. Мы решили написать такой плакат, который отражает как бы глубину нашего сердца, отражает глубину нашей души. То есть как бы наш крик, то, что мы хотим сказать. Папа был идейным вдохновителем этой картины. И мы вместе рисовали. «Россия. Третий путь» – это уникальный проект, предложивший обществу дискуссию о прошлом, настоящем будущем страны, о ее самоидентификации в современном мире, о выборе национальных приоритетов и перспектив развития. Дискуссию художественную, неформальную, умную, страстную, на языке плаката. Вся выставка, все работы, вы знаете, пронизаны какой-то определенной такой ноткой веры, наверное, все-таки в лучшее будущее нашей России. И это чувствуется. По благословению митрополита Тульского Ефремовского Алексея, в работе арткомитета и конкурсного жюри, а также в церемонии награждений, приняли участие представители духовенства Тульской епархии. В каждой работе, которую мы обсуждали, живо-горячо, это душа нашего человека. И все те понятия, которые были заложены в конкурс – любовь, надежда, воля, справедливость – они все здесь. Поэтому от епархии – вам. Спасибо. Дорогие друзья, здесь много говорилось о выставке. Очень нужная тема. И хорошо, что сейчас Россия идет к возрождению. Вот про себя лично я хочу сказать, что этот плакат, он как раз и возник. Эта идея в моих мыслях, когда я со своей семьей, маленьким ребенком, жил на земле, в деревне. И когда лежала вот этот каравай хлеба, когда лежала луковица, когда в окне далеко был виден храм, и закатное солнце буквально сделало золотым этот хлеб. И лично я очень благодарен за этот удивительный подарок.